друзья очередное видео в стиле выщипайте мне все перья я хочу это видеть правой стороны озера бабочка ближе подлететь не могу панорама на заповеднике кранц и у нас не очень много высоты 4 километра осталось мы должны как-то отсюда дунуть куда-нибудь и домой еще вернуться поэтому я делаю короткую попытку войти в волну которая возможно впереди висит облако роторное вот оно если выскоченную фронт и меня придержит волной все хорошо а если я не выскочу то все плохо и я пойду в сторону дома я знаю место где смогу набрать если что ну так под нами заповедники кранц мы на высоте больше тысячи метров активно и весело со снижением минус минус 6 метров в секунду спарим вперед прошиваем ротор по идее впереди должна быть волна но это экран здесь очень много склонов и все очень запутано поэтому здесь очень часто есть минус 6 но значительно реже есть волна да высота 3600 все высота с которой я должен поворачивать в сторону аэродрома да видно что мы чуть-чуть могли не долететь но я все равно уменьшается снижение но в любом случае это хороший знак нам сейчас в принципе чтобы против ветра режемся это хорошо в сторону аэродрома пойдем по ветру просто мы не можем сейчас зону минусов зарезаться потому что там отгребем еще снижение и тогда точно вот туда ватт вниз ватт провалимся пам-пара-пам-пара-пам два метра в секунду это терпимо друзья вот как это выглядит как как я страстно лечу в ужасе на вперед я сейчас нифига не нагнетаю этого коррора там и всякого реально очень сложная ситуация потому что расчет должен быть насколько мы высоты чтобы дойти до там запасного аэродрома габ данном случае до того мы уже не долетаем пока вот и оп я все твои знания использую чтобы обеспечить безопасность и например взять волну сейчас ну-ка есть есть друзья так закрылок сейчас главное ее не продуплить главное не продуплить хорошо все теперь мы мы теперь в шоколаде да видите знания опыт и любимый мой учитель клаус дают результат я уже беру волны сам там где их никогда не брал ты примерно понимаешь что происходит в этой местности видишь ветер чувствуешь атмосферу берешь вот такую замечательную волну не показываешь доброе утро в новом ракурсе друзья я хотел взять и вам быть сделать выйти прямой эфир здесь но мы так и не нашли точку доступа у нас сейчас 3700 по было 4200 пока вот не нашли где устойчивая связь поэтому приходится записывать вак безмонтажное видео в нашем любимом стиле все как по-настоящему вы его наблюдаете на своих голубых экранах и прям видели как вы взяли эту волну до этого до этого я пытался взять волну получается дюжнее к сожалению там стояли роторные облака но волна была но там полметра в секунду вы там ковырялись ковырялись так и не смогли здесь волна более устойчивая вот она смотрите по 10 метров в секунду дает ее левое крыло показывает на хребет 1 вот отскок вот хребет 2 и между хребтами ровно центром долины практически волна все это заповедник экран сейчас я вам продемонстрирую на глаз а с устами на прям на краю экран со мной даже практически сейчас не в заповеднике вот заповедник на краешке в разрешенном воздушном пространстве но даже если мы полетим заповедником мы только что были над ним у нас тысячи метров над рельефом это тот случай когда можно с кликами гигей радоваться жизни и летать не он он закрыта блоками это очень частая ситуация при истрали но вот кусочек снизу когда мы летели я вам показал в начале ролика сейчас все это великолепие покажу сверху это внизу альпийские луга эдуард сказал что наконец-то понял что такое молоко от альпийский тарок эдуард давай я тебя покажу счастливого рука покажись другого утра не скажи как ты сейчас скажи безумно сейчас друзья я тебя заставляю а ну скажи только попробуй не сказать да ну так слушай даже ясно даже вижу что так можно не быть счастливым в таком красивом месте тем более когда проснулся 5 часов 45 минут и 44 44 45 по взлетели мы проснулись и 5 45 взлетели так что сегодня у нас очень ранее очень доброе утро доброе утро волне так можно будет наверное ролик называть мы только мы уже наснимали радуг чем мы только не делали попадали в ротор пускали двигатель на аэродроме но за аэродромом мы снимали кучу радуги за и за радуг собственный двигатель пустили попав там в дождь прям реально попали в дождь сон солнечный дождь это тоже тоже можно виде называть солнечный дождь короче контента наснимали сегодня на на месяце нами на зимний месяц мы вывались копим и будем выкладывать плавно и уверенно на канал мечтали летать чтобы вы могли нелетную погоду когда у нас зима наступит радоваться вспоминать как же было красиво летом ой как красиво летом единственно наша текущая проблема у нас нет кислорода мы вчера вы дышали все баллоны и поэтому мы ну после четырех должны на кислороде быть на четырех останавливаем наш набор там на 4 200 каковременно поднимаемся и все так что то единственная штука которая наворачает наш день кислород там уже заправили его заправляют утром но это взлетели из это того как пришли люди которые кислород заправляют поэтому вы можете сейчас вам себя покажу лицезреть меня без конюлей без очков очки я сел сломал любимые очки но вы еще не пришли глаза конечно болят дико потому что я дремящее солнце приходится вот так панамка и прикрываться с улице ох доброе утро волне какие у нас планы на ближайшее будущее ну сейчас наберем здесь еще двести метров немножечко попробуем перепрыгнуть вот на эту следующую волну попрыгив немножечко пошаримся по району на прилетели мы смотрите откуда вот крыло показывает вот туда там пик-де-бюр вон он не так далеко прыг вот такими небольшими прыжками прыг-прыгаем просто пик-де-бюре я уже много чего снимал здесь над экранцем волне вообще над экранцем волну довольно редко удается взять причина этого огромное количество хребтов и не получать такого некого состояния когда вот там на равнине когда дует ветер натекает на одинокий хребет ну и там на систему хорошо ориентированных прибор хребтов и бак создает эту волну здесь получается во-первых ветер дует вам где-то неким ущельям там с левой стороны ущелья который идет сейчас покажу вам от гренобля и ну по нему основной поток идет часть конечно валит через вот эти все хребты но так как хребтов много они начинают создают некий хаос из один хребет валит на другой там волна сталкиваться с другой волной все это интерференция волн наверное так это можно так назвать то есть одна гасит другую или одна усиливает другую такое тоже иногда будет бывает но чаще всего когда у нас в нашей долине прекрасно работают волны с несколькими хребтов здесь сюда прилетать ничего не берешь долетаем так поржать посмотреть как красиво даже 5 800 набрав на пик дебюре ты прилетаешь на экранции не можешь ничего взять и сегодня один из редких дней когда все таки что-то бег что-то берется и берется очень красиво наверху тоже горят линзы светит солнышко в кабине но относительно тепло как вы видите это почему тепло но я уже много многократного ролика говорил потому что светит солнце мы как большом парнике таком сидим у эдуарда единственно мерзнут ноги потому что он ноги в передней части планера она постоянно бываете воздухом там такое местное царство полога всегда советуют пилоту который летит впереди одеваться так держать там пивко что держать держать там пивко пивко хулиган нет пивка у нас друзья нету ну мы на борту не воздухе не друзья вообще это очень несовместимо с полетами так что даже с вечера вот недавно мы тут собирались на волнувшись утра и а у меня полетал мой хороший друг дима с детьми играет волков давай вечером и гигей никакого и гигей у меня до вылета осталось 7 часов и будем завтра делать так что будьте внимательны это очень сильно реально ослабляет и скорость реакции а на взлете порой вот работаешь на автомате у тебя ручка там . там раз 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 там под крыло поддуло то есть ты уже не думаешь даже как как ручка что делает там компенсирует что-то и так далее и это прям если так сказать человек с буду на это чувствуется будет здоров насколько сильно падает скорость реакции а в такую погоду когда дует там сегодня у нас до 100 километров в час ветер как более чем влияет так что мы за безопасность друзья летайте безопасно красиво и долго и счастлива главное счастье вода ну тоже знаете нельзя там мужик там стиле и живет что-то правильно но зря чтобы не дайте какая-то должна быть золотая середина мне кажется как вот такой позитив с легким и стримом на канале лишь паритать до новых стрейдж будет уважаемый любители летных видов спорта с добрым утренним приветом из прованского олимпийского неба вас так сказать читатели летатель погода бомба контент огонь и какие-то эти деньги то новость 3 2 твой выходные ручку Продолжение следует...